МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плюс 20 миллионов увеличены финансирования на новогодние украшения города. 20 классов начальной школы, около 600 учеников. После ремонта Центр образования снова открыл свои двери для детей. В новой школе на улице Зорге прошел торжественный прием, посвященный Дню Учителя. Далее расскажем обо всем подробно. Ель в театральном сквере признали аварийной и срубили. Теперь, по мнению городской администрации, сквер к Новому году не готов. Без ели выглядит пусто и уныло. Поэтому решили, необходимо установить там в декабре мультимедийную елку высотой 18 метров. А также заменить светодиодный фонтан, так как существующий свое уже отслужил. А чтобы создать рядом с театром по-настоящему новогоднюю атмосферу, для сквера продумали единое праздничное убранство. Также установка рядом с елкой в световой фотозон высотой 2,4 метра. Это одна стоит от 680 тысяч. Также установка светодиодного занавеса на подпорную стенку. Это где фонтан со стороны сквера. Чтобы он был в едином стиле, сверху будет фонтан, снизу подпорная стенка будет засвечена. Обновят в этом году и оформление площади Ленина. Там заменят фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Те, что стояли раньше, из разных коллекций и, по словам директора ДГХ, не сочетаются друг с другом. Мы их поставим в разных местах. А здесь поставим в едином стиле. Полный комплект Деда Мороза и Снегурочка со световым панно-часы. Высота 4,5 метра. Ширина панно 6 метров. Ориентировочная стоимость 2 миллиона 247 тысяч. Фигуры с площади Ленина разъедутся по городу. Одну установят в сквере 22 микрорайона. Место для второй пока не определили. Все прочее новогоднее оформление останется таким же, как и в прошлом году. Всего на новое праздничное убранство города из местного бюджета планируют выделить 20 миллионов рублей. Украсить улицы Сарова планируют к 10 декабря. В 2022 году Центр образования вошел в программу капитального ремонта образовательных учреждений Нижегородской области. Но сразу же сроки ремонта растянулись на два года из-за сложной ситуации в мире и повышения цен на стройматериалы. Все это время ученики Центра были распределены по другим школам города. В этом году ремонт завершился. Центр образования включает в себя 20 классов начальной школы. Это около 600 учеников. Тот факт, что здесь представлена только начальная школа, определяет специфику учебного заведения. Когда мы затевали оформление школьное, подумали о том, что нужно выводить урок за рамки учебных кабинетов и постарались привлечь к этому процессу детей. Мы провели такое образовательное событие, спросили, что бы хотелось видеть ребятам в обновленной школе, собрали их предложения. Запустили конкурс, конкурс дизайнерских проектов, где попросили ребят свои идеи и мечты нарисовать. В несколько этапов отобрали лучшие работы. Путем очного голосования определили три лучших проекта. На их основе украсили внутреннее пространство школы. При этом эскизы ребят бережно сохранили. Так что теперь можно сравнить, о чем мечтали ребята и что получилось. Вся школа, все образовательное пространство подчинено такому общему смыслу, что земля наш общий дом. Мы начинаем на третьем этаже с того, что моя родина Россия. Этот холл называется мой край, моя малая родина, земля Нижегородская. На втором этаже саров исторический, саров современный и на первом этаже моя школа. То есть вот такая у нас иерархия. Каждый этаж выполнен в своем цветовом стиле. В цифровой лаборатории ребята постигают азы химии, физики и механики. В доступной форме знакомятся со сложными вещами. А мультистудия помогает ребятам создавать собственные мультфильмы и театральные постановки. Заседание школьной дружины созвездия проходит в центре детских инициатив. Стены коридоров украшены красочными и познавательными картами. Здесь дети могут узнать о знаковых достопримечательностях Сарова или полюбоваться на карту нашей страны. Также после ремонта обновились спортзал и медкабинет. А в зале хореографии ребята активно проводят время на переменах. На территории центра образования также соорудили спортивный городок, поле и беговые дорожки. Но все это не имело бы смысла без тех, кто посвятил свою жизнь обучению детей. Александра Стрижова работает учителем начальных классов уже 10 лет. С детьми в школе я стараюсь вести себя так, как и своей дочерью. Я не знаю, плохо ли это хорошо, но я люблю их так же. Я стараюсь воспитывать их так же по своему примеру, как и свою дочь. Я их люблю, заботюсь о них и хочу, чтобы они выросли достойными гражданинами своей страны. Александра из семи учителей. В ее роду по материнской линии 12 педагогов. С детства она видела, сколько самопожертвования требует эта работа. Поэтому решила, что не будет педагогом и выучилась на психолога. Но семейные гены взяли свое. Недавно Александра принимала участие в конкурсе названия лучшего учителя года. Она выиграла городской этап и попала в число лучших педагогов области. В соответствии с условиями она провела урок математики у незнакомых детей. Каждый ребенок, он индивидуален и уникален по-своему. Все они разные. Ко всем нужно найти подход. И здесь, конечно, как раз и моя профессия психолога мне очень помогает. Здесь мне нравится получать много знаний. Александра Вадимовна очень интересно все рассказывает и доносит информацию. Мне очень нравится здесь учиться. Я считаю, что школа – это стихия знаний. Я очень люблю нашего учителя. Он очень добрый, терпеливый и заботливый. Всегда нам поможет. И с ним можно узнать много всего нового. На территории Нижегородской области на небольшом участке протестировали сеть 5G. Регион включен в число пилотов по распространению 5G интернета. Поэтому нижегородцы станут одними из первых, кто получит доступ к скоростному интернету. Сейчас о сроках говорить преждевременно, потому что решается вопрос в том числе по финансированию на федеральном уровне. Но этот проект включен в новый национальный проект экономика данных, который сейчас готовится и в ближайшее время будет принят. Сейчас с точки зрения реальной потребности мы все-таки концентрируемся именно на 4G, на усилении покрытий на федеральных автомобильных дорогах, в малых населенных пунктах, там, где еще нет 4G. Населенных пунктов, в которых нет интернета, с каждым годом все меньше. Но, тем не менее, такие территории еще есть. Мобильный интернет может появиться в тех сельских поселениях, которые выберут нижегородцы посредством голосования. Проголосовать можно двумя способами. Через портал Госуслуги или направив письмо по почте России в адрес Минцифры Российской Федерации. При этом в письме можно оставить несколько голосов, каждый из них учтут. На Госуслугах есть видеоинструкция по голосованию. Населенный пункт должен отвечать ряду требований. Требования простые. Первое требование – это население в данном населенном пункте по данным переписи от 100 до 500 человек. Второе требование – это чтобы там действительно не было на текущий момент какого-либо оператора сотовой связи. То есть, по факту действительно отсутствует интернет. Формируется в ходе этого голосования планы по строительству базовых станций 4G на 2025 год. Но и планы по строительству, которые были на 2024 год, они продолжаются. То есть, сейчас ведутся работы по строительству базовых станций. Проект «Карта жителей Нижегородской области» реализуется на территории региона совместно с Министерством цифрового развития и связи. «Карта жителя» – универсальная пластиковая карта, совмещающая в себе несколько функций – платежной, транспортной, скидочной карты и пропуска в учреждения партнера проекта. Владелец карты, авторизовавшись через госуслуги, может посмотреть доступные льготы и проверить начисления. Карта доступна нижегородцам и в виртуальном режиме. Доступна возможность оплатить проезд с помощью «Карты жителя», в том числе с транспортным проездным или льготным проездом, виртуально, с помощью своего смартфона на основе платформы Android при поддержке NFC. Транспортный сервис вообще в «Карте жителя» очень популярен и на самом деле удобен, когда у тебя есть одна карта, с которой ты ходишь в различные учреждения, получаешь какие-то сервисы и в том числе оплачиваешь проезд, в том числе имея льготу. Например, школьник, который имеет право льготного проезда, может иметь одну карту, с которой он проходит в школу, которая оплачивает питание и в том числе оплачивает проезд транспорта. Если в какой-то территории есть проблемы с качеством сотовой связи, теле- и радиовещания, можно напрямую обратиться в Минцифры области через соцсети, написав в личные сообщения группы. Можно направить в министерство и официальное письмо. У министерства также есть платформа обратной связи на госуслугах. Жить для других, отдавая всего себя работе. В Большом актовом зале новой школы номер 11 прошел торжественный прием, посвященный Дню Учителя. Приглашенные гости в лице главы города и председателя городской думы поздравили всех педагогов города, отметив важность не только образовательной, но и воспитательной работы педагогов. Вы работаете, наверное, в самой сложной системе, система образования, она никогда не стоит на месте, и вы, люди, способны изменяться. С тем количеством сложностей, с которым вы сталкиваетесь, наверное, не сталкивается ни одна структура в нашей стране, не только в нашем городе. Вы с этим как расправляетесь? Вы действительно уникальные, хорошие люди, и не щадите себя. От себя лично, от города, вам слова благодарности, потому что благодаря вам мы живем. В этот вечер лучшие учителя города получили почетные грамоты и благодарственные письма. Среди педагогов были не только учителя общеобразовательных учреждений, но и дополнительного образования. Так были награждены три педагога и один методист Дворца детского творчества. Среди них руководитель объединения «Шашки» Олег Васенькин. В работе с детьми это очень непростая работа, если можно назвать такой, которая, конечно, забирает огромные силы у вас, дается нелегко. Я хочу пожелать, чтобы все-таки дети отдавали вам гораздо больше, чем даете вы. Чтобы вы чувствовали вот эту отдачу, чтобы вы видели, как они растут на ваших глазах, как они, может быть, в чем-то превосходят уже вас. Воспитание яркой целеустремленной личности, способной широко мыслить и принимать самостоятельные решения – одна из важнейших задач педагога. В какой-то степени учитель решает судьбу детей. От того, сможет ли преподаватель привить любовь к своему предмету, зависит, какой жизненной дорогой пойдет ученик. Увлечется географией или физикой, историей или математикой. От учителей зависит будущее страны и ее потенциал. Офиации нет, и государственная корпорация, а РУСАДА, как никто другой, здесь он в вашей качественной, хорошей работе. Потому что тем, чем мы занимаемся, нам нужны действительно очень умные, очень продвинутые и современные люди, разбирающиеся во всех властях науки, техники, культуры. Новые технологии врываются в нашу жизнь. Учителям приходится адаптироваться и менять учебный процесс. По мнению высоких гостей, исправление негативных последствий нахождения детей в интернете также лежит на плечах школьных педагогов. Наверное, очень трудно переоценить значение, которое имеет труд педагога, его личность, его жизненная позиция, его душевное благородство. Я точно знаю, что все сидящие здесь в зале знают, что учитель – это точно не профессия. Это призвание, которое наполнено глубоким духовным смыслом и содержанием. Это призвание, которое требует от нас ежедневной, полной отдачи сил, колоссальнейшего терпения. Огромная ответственность и человеческая мудрость. Пожелания здоровья, профессиональных успехов, оптимизма и энергии в этот день окружали всех учителей. Труд педагогов соединяет поколения и связывает воедино все развитие государства. Виталий Александрович Александрович – физико-химик-экспериментатор, участник атомного проекта с 1944 года. Некоторое время Александрович работал в Ленинграде в Институте химической физики, где познакомился с Харитоном Изельдовичем. С 1946 года работал над созданием нейтронного запала, созданном при лаборатории номер 2 КБ-11. Годом позже возглавил одну из новых лабораторий. После успешного испытания первой советской атомной бомбы Виталия Александровича удостоили Сталинской премии и наградили Орденом Ленина. За свои заслуги ученый получил также Орден Трудового Красного Знамени. Личности Виталия Александровича была посвящена встреча в городском музее. Мы сегодня здесь встречаем наших самых уважаемых ветеранов в рамках декады пожилого человека. Проводим такую тематическую встречу, которая посвящена уникальному человеку, которого знал, наверное, весь наш ядерный центр, химик известный. Это Виталий Александрович Александрович. Ему в этом году исполняется 120 лет со дня рождения. На тематической встрече ученый и отец ветеранам рассказали о личности ученого, о его вкладе в атомную отрасль. Сотрудник музея также затронула моменты биографии Виталия Александровича, отметила интересные факты из его частной семейной жизни. Также гости узнали о личных качествах Александровича, его характере из воспоминаний современников. Мы решили вспомнить этого человека не только со стороны ученого, но и как отца, многодетного отца, уникального человека, у которого было даже такое прозвище, батя его все называли. Поэтому мы поговорим немножечко о его личных качествах, используем некоторые материалы из наших фондов. Старший сын ученого Гелий был основателем городского литературного объединения «Радуга» и сам писал стихи. На тематической встрече ветераны познакомились с его творчеством и сами могли продекламировать несколько произведений. Но разум отпускает тормоза, стихи себя выстраивает сами, и образы встают, как образа, с огромными печальными глазами. Гостям мероприятия показали различные советские предметы из фондов музея, которые дополнили информацию о Виталии Александровиче. В рамках декады пожилого человека в городском музее также проходят экскурсии по выставке «Продолжение». Историческое объединение «Саровская пустынь» существует порядка 30 лет. Участники объединения – простые любители истории, когда-то открыли для саровчан прошлое города и внесли весомый вклад в возрождение Саровской пустыни. Наиболее известными и значимыми для города стали три краеведческие работы исторического объединения. Это установка камня на месте, где тысячу дней молился Серафим Саровский, поиски и вскрытия купальни на ближней пустынке и раскопки и открытия саровских подземелий. Но поле для исследований до сих пор обширно. Есть темы такие, когда знаменитые люди были здесь. И вот, например, условно Марк, Назарий, Абель, Мартелин – это иноки. Но в то же время здесь были и знаменитые вкладчики. Например, царевны наши, это Феодосия, Мария, Радихи, Аргамаковы, Соловцовы, Волковские. И писателей здесь было очень много. Я не буду то, что перечислять, но тоже они что-то писали, и можно исследовать, как работали писатели. Связь Сарова и окрестных городов и деревень, история монастыря, завода и производства на территории города. Тем, которые требуют исследования, еще много. Историческое объединение «Саровская пустынь» приглашает в свои ряды новых участников, которым интересна история родного края и которые готовы проводить исторические изыскания. Нам нужно как бы живую, новую кровь. То есть мы уже много лет, около 30 работаем, и много сделано, написано много книг. Но потребовалось, чтобы новое поколение, которое сейчас есть, если они вольются к нам на работу или просто прослушают все беседы, которые мы хотим провести, а у нас их много, целый цикл бесед, которые мы хотели бы обсудить, обсудить, ну, будем говорить так, за круглым столом, в виде беседы, чтобы можно было рассуждать. У нас есть техника, можно было посмотреть либо фильмы, либо слайды, ну, что-то такое, чтобы было интересно. Более опытные члены объединения помогут новичкам с поиском информации, направить человека в нужном направлении. По мере того, как будет нарабатываться материал или возникать нерешенные вопросы, участники будут собираться для обсуждений за круглым столом. Работает объединение «Саровская пустынь» при Духовно-научном центре монастыря. По возникающим вопросам звоните по телефону 8-910-384-17-04. За анонсами также можно следить в группе «Свято-Успенский монастырь «Саровская пустынь»» ВКонтакте. В 2017 году на художественной выставке в Генуе прогремел скандал. Два десятка картин прославленного художника Амедео Модельяне оказались подделками. Такого могли смело не бояться посетители выставки, которая открылась в библиотеке имени Маяковского. Ведь вниманию гостей были представлены свободные копии работ великого мастера за авторством творческого дуэта художников J&M Style. Это картины, которые получили высокую оценку мировую по продажам на аукционе «Сотбис» и «Кредит». То есть они перебили, по-моему, они есть в рекордах книги Гиннесса. И это послужило тем, чтобы их написать, так как эти картины. Одна уехала в Китай, другая тоже находится в частной коллекции. И фактически они не экспонируются ни в Европе, ни в мире. Свою творческую карьеру Дмитрий Орлов начинал строить как раз на том, что переписывал импрессионистов. Попробовал он переписать им и Дильяне. Я начал рыть литературу, перерыл весь интернет, нашел хорошие иллюстрации, которые соответствовали хотя бы моему пониманию цветового, как он писал, в какой гамме писал. Провел это изучение. И работы, которые вам сейчас будут представлены, их всего три здесь. То есть они выполнены в формат один в один. То есть так же они и в натуральную величину. Все копии без подписи, кроме одной. Эта картина в частной коллекции и потеряна. Поэтому Дмитрий Орлов повторил подпись Модильяне. При изготовлении копии не обошлось без трудностей. Художникам долгое время не удавался переход к телу. После тщательного изучения фотоснимков оригинальных работ, творческий дуэт пришел к выводу, что тело Модильяне писал рукой, а не кистью. После этого работа пошла на одном дыхании. Одну картину художники писали трое суток без сна. На создание другой ушла неделя. Модел Модильяне, я всегда была влюблена в его творчество. Это уникальные личности вместе с его ученицей Жан, но она тоже была художницей. Это, так скажем, наши вдохновители. Изначально, когда я изучала, читала про них, мне очень нравилась техника исполнения двух этих художников, как они писали картины. Понемножечку я понимала, как она строила с ним отношения. То есть удивительная на самом деле история художников и любви. В своих работах творческий дуэт также сделал попытку перенести Модильяне на современный манер. Представить, как бы выглядели известные работы художника, если бы он жил в 21 веке. Выставка также была совмещена с обсуждением этичности демонстрации в искусстве человеческого тела и восприятия этого детьми. Началась активная дискуссия с гостями. Но вот эту тонкую грань, которую мы хотим найти как художники, что мы можем показать детям или подросткам, например, что допустимо, мы бы хотели обсудить этот вопрос с вами, потому что для нас это важно. Именно об этом стоит вопрос. Еще рано, в 18+, можно там... В каждой семье это все зависит от воспитания, в котором вырос человек. Мне повезло с моими родителями с раннего детства. Питер, Москва, то есть у меня вот так вот все раскидало. То есть я вырос на музеях, на балете, на всем. То есть для меня всегда, но женское тело, это было как восприятие чего-то красивого. Красота своими руками. Так называется выставка, которая открылась в Музее народной игрушки. Экспозиция посвящена 30-летию театра Моды Русь. В 2013 году этот театр получил звание «Лучший детский театр моды России». И здесь представлена работа как среднего подготовительного звена, так и старших ребят. Подготовительное отделение занимается всеми видами декоративного творчества. Это и шитье, ручное, вышивка, вышивка бисером, плетение, аппликация. А старшие девочки уже создают коллекции. Поздравить театр с юбилеем пришел ансамбль русской песни «Забава». Все изделия изготовили педагоги и дети творческого коллектива Центра внешкольной работы «Театр моды Русь». Не обошлось и без работ родителей. Карандашницы и детские игрушки, закладки для книг и дамские сумочки. Но главная ценность – уникальная коллекция народных костюмов. Здесь на выставке представлена у нас коллекция «Душинка», которая создана три года назад. Но по всех конкурсах, в которых она участвовала, и на всех фестивалях, она занимала только призовые места. Поэтому мы очень гордимся этой коллекцией. Она сшита по всем правилам традиционного русского лоскутного шитья. Но и честно могу сказать, что она является шедевром нашим. Суть лоскутного шитья – складывание различных тканей. Каждое платье индивидуальное. Из восьми костюмов нет двух одинаковых или похожих. Параллельно с выставкой «Театра моды Русь» открылась выставка семьи Цеповых под названием «Семья всему начала». Цеповы – очень творческая семья. Посетители музея могут увидеть работы Аллы и ее четырех детей. Алла занимается изготовлением кукол из текстильных материалов. Дети вдохновились и тоже стали заниматься различным творчеством. Это сборная выставка. То есть, например, Георгий, он сначала занимался в технике кинусайга. Он делал работы из ткани. Потом он перешел в резьбу по дереву. Уже стал вырезать. Старшая дочь, у нее много вышивок. Потом она уже начала заниматься грунтованным текстилем. Девочки маленькие, они являются моими вдохновителями. Они очень много рисуют. И по их рисункам я тоже создаю игрушки. Мир книги – путешествие без границ. Благодаря ей мы можем оказаться в любом месте, переместиться во времени и даже пространстве, сделать и увидеть то, что не смогли бы в реальности. Книга – источник знаний, отличный психолог и собеседник. 9 октября в России празднуют День чтения. Впервые его стали отмечать в 2007 году. Тогда, 24 ноября, была принята национальная программа. С тех пор во всех регионах в это время устраивают различные мероприятия, пропагандирующие чтения. Библиотека Маяковского не стала исключением. Мы начали отмечать этот день, скажем так, задолго. До накануне у нас, 6 октября, прошел семейный книжный выходной с «Миру по сказке». Это, опять же, возрождаемая традиция семейного чтения. Семейные команды путешествовали по библиотеке, по разным площадкам, вспоминали сказки со всего света, с удовольствием играли, решали различные головоломки. 27 сентября у нас прошел всероссийский литературный диктант. И сегодня в 6 часов будет подведение итогов. Непосредственно в Всероссийский День чтения тоже предлагаем нашим посетителям стать участниками нескольких литературных игр. В холле библиотеки посетители смогли проверить свои знания. Игра литературной жмурки окунала взрослое поколение во времена сдачи экзамена по билетам. По небольшой аннотации или ключевым моментам нужно было определить произведение и его автора. Гости участвовали в Блицопросе по классике, отгадывали стихи по строчкам в облаке слов. Предлагаем нашим читателям вытащить себе оценку от 1 до 5. И, соответственно, в зависимости от того, какую оценку они вытащат, такое задание их ждет. Например, если вытащить единичку, то нужно будет назвать книгу по анонсу. Достаточно любопытное задание. Представим, что сейчас же на сайтах, в газетах какие-то анонсы. Вот вы увидели анонс, о каком произведении идет речь. Если вытащить цифру 2, то предложим восстановить название. Читатели успешно справились с большинством заданий. По словам сотрудников библиотеки, среди саровчан много постоянных посетителей. Жители города читают много и активно участвуют в различных мероприятиях учреждения. Чаще всего хочется что-то современное, разножанровое. Я, как правило, подбираю 2-3 книги совершенно разные. Дома перечитываю очень много. Если о любимых говорить, то у Глсуорси, конечно. Сага форсайтов. В библиотеке я бываю не часто. В основном как-то интернет или покупаем книжный магазин. В любом городе, где бы ни бывали, путешествия всегда без книжного магазина у нас не обходятся. Ну, из последнего, что на память приходится «Холодный дом» Диккенса, читала «Преступление наказания» Достоевского. Много раз перечитывала. Хотя тяжелое произведение, но мне нравится. Читаю я регулярно, потому что у нас образовался такой девический читальный клуб. Точнее, книжный клуб мы его называем. Мы собираемся каждый месяц, по очереди выбираем книги для прочтения и потом их обсуждаем. Там бывают и современная классика, и прям классика-классика. Вот сейчас читаем Достоевского, село Степанчиково. Его «Обитатели», по-моему, да, называется? Правильно? До этого читали Бакмана. Мне очень понравилось произведение. Бабушка просила прощения и велела кланяться. По-моему, так правильно, да? Да. Очень своеобразное, с юмором, душевное, трогательное. Ну, вот из последнего я бы его отметила и всем порекомендовала его по прочтению. В библиотеке имени Маяковского каждый читатель найдет книгу по душе. В коридорах и залах представлены тематические стенды. Также продолжается акция «Книга – лучший подарок», в рамках которой соровщане могут принести в библиотеку свои издания, взамен взяв другие по вкусу. Для этого установлен специальный стенд в холле. Лирические и стихотворные произведения Михаила Лермонтова были в центре внимания школьников восьмых классов. Ребята собрались в Дворце детского творчества для участия в традиционном городском проекте «Читаем вслух». В этом году исполняется 210 лет со дня рождения Лермонтова. В детстве он часто болел, из-за чего был ограничен в контактах с окружающими. Поэт имел непростой характер и сложные отношения с женщинами. Все это наложило отпечаток на его творчество. В его жизни была одна загадка с инициалами «Н», «Ф», «И». Эту загадку разгадал потом Ирак Леандронников. И за этими инициалами скрывается Наталья Федоровна Иванова. Посвящения любовные ей сегодня прозвучат на наших чтениях. Любовные переживания, душевные терзания и предчувствие своего скорого ухода. Все это было отражено в декларируемых строках. Школьники также прочли ранние стихотворения поэта, написанные им в совсем юном возрасте. Это 1830 год июля 15-го и 1831 июня 11-го дня. Так в трещине развален иногда, Береза вырастает молода. Кроме того, прозвучали отрывки из стихотворной повести «Последний сын вольности». Грустные лирические строки Лермонтова актуальны для любой эпохи. Ведь люди остаются людьми, и их чувства не сильно отличаются от тех, что были 200 лет назад. Прости, не жалей безрассудно, а краткой любви не жалей. Все-таки планирую и в следующем году сюда прийти. И, ну, как первый опыт, я считаю, было довольно интересно. Учить данный отрывок было не особо сложно, потому что я все-таки довольно неплохо читаю, как тексты, стихотворения, и мне это нравится. Поэтому, ну, я считаю, что нужно пробовать, пытаться, ведь иногда можно открыть в себе что-то новое. Многие школьники принимали участие в чтениях впервые, но не обошлось и без постоянных участников. Я уже не первый раз участвую в «Читаю вслух», и каждый раз есть какие-то моменты, которые запоминаются, и хочется приходить снова и снова. Мне очень нравятся атмосферы мероприятия, темы, которые дают, например. Я не особо увлекаюсь Лермонтовом, чтобы прям читать, но знаю о нем, знаю несколько его произведений, и послушав данные стихи, и когда я готовилась, мне прям просто в сердце запало. Сам Лермонтов как автор мне довольно нравится. Его произведения наполнены достаточной трагичностью, но и в то же время они создают много предпосылок для раздумий. Ведь его произведения в какой-то степени даже вдохновляют. Над ними можно как погрустить, так и призадуматься о своем будущем и будущем многих своих сверстников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова